Три новые современные электронные мишени СИУ Соскор получила юношеская сборная Коми по пулевой стрельбе перед всероссийскими стартами. Юные стрелки проходят подготовку на базе лыжного стадиона имени Раисы Сметаниной. Электронную систему подсчета очков приобрели для наших спортсменов по поручению главы региона Сергея Гапликова, причем за счет внебюджетных средств. Максим Васильев продолжит. Вот так с бумажными мишенями и механической доводкой, или, говоря простым языком, бегунком, готовили стрелков еще в далеком 80-м перед Московской Олимпиадой. Сегодня эти методики пусть и не безнадежны, но устарели. Стрельба в таком тире это уже своеобразный олдскульный ритуал. Нацепил мишень, отправил ее на исходную, выстрелил, снова запустил бегунок. Много лишних движений, влияющих на концентрацию, говорит Игорь Семенов, специально приглашенный тренера из Пскова. Нет, конечно, и эта методика жизнеспособна, если у вас, к примеру, много времени и терпения, но сегодня в ходу вещи намного современнее. Когда нет никаких установок, как в некоторых тирах нашей необъятной страны, есть возможность и бегунки, тоже неплохая установка до определенного уровня. Когда человек попадает просто на спортсмен в другую обстановку, это уже получается минус. Вот они, полмиллиона внебюджетных рублей, три новенькие электронные мишени СИУС Аскор, закупленные по поручению главы региона. Никакой бумаги, никаких бегунков, никаких жарких споров о точности попадания. Все с аккуратностью до сотой определяет система. Темные глазницы мишени и сенсорные планшеты. Мы подтягиваемся к элитным более спортсменам. Почему? Потому что с подобным оборудованием стреляют практически все лучшие спортсмены нашей страны и тренируются с данным тоже оборудованием. По той причине, что данное оборудование показывает достоинство выстрела сразу раз, объективность. Можно данное оборудование, дополню, выводить на большой экран и видеть в динамику соревновательный процесс. Ведь пулевая стрельба раньше позицировалась так. Стрелял мишень, никто не видит, в чем он попал. А сегодня зрелищность нужна для зрителя, чтобы видели мы эти результаты. Например, первенство России, чемпионат России уже проводится в таком формате. Сами стрелки новую систему пока воспринимают со сдержанным благоговением. Именно такие рубежи ждут наших ребят на всероссийских стартах. Если раньше мы частенько терялись на крупных турнирах, то сейчас никаких отговорок тренеры уже не примут. Условия самые современные. Раньше, когда не было скоров, мы стреляли по мишеням. И как бы было хорошо, но со скорами еще лучше стало, потому что показывают уже выстрелы с десятыми. И так можно посмотреть. В общем, стало лучше намного. Дети, которые приходят в Тирпер, начально тренер просто показывает, как включать это все. И потом уже сами. Уже 15 июня наши ребята выйдут на огневые рубежи российского первенства в Ижевске. В стрелковом рейтинге страны мы, конечно, не новички. Призовые места сборная КОМИ получает стабильно. Но теперь с мишенями СИУС Аскор мы просто обязаны прибавлять. Максим Васильев, Иван Богомолов, телеканал Юрген, Сыктывдинский район.